Чинок ты! Чинок ты! Понял ты кто? А ты кто? Пойдём на улицу выйти! Слышь? Давай! Кто меня оскорблял? Кто меня оскорблял? Хочешь ещё оскорбить? Бухой! Бухой! Ты! Не дрожать! Стоять! Не дрожать! Отвечать на вопросы! Понял? Что? Блин, больше нечего! Мужчина! Поспокойней себя ведите! Ты дураком будешь чужись! Понял? Ты гусей от ути отличаешь? Не будешь, блять, отличать! Гусей от ути отличаешь? В угол встань! Вон в тот угол! Вон к женским колготкам! А кто ты? Я смею, что ты вообще пацан! Где мы убегаем? Ты не ори! Ты дома на жену ори! Понял? Дома на жену ори! На меня не ори! На меня мать родная! Пошёл отсюда! Ты понял? Чё ты убегаешь? А чё? А? А чё? Применяли физическую силу? Не было такого! Ну толкали! Сейчас на видео никого не толкали! Юрий вам что расскажет! Кто заедет? Вот Юрий Евгеньевич! Он вам всё расскажет! А есть ручка? Кто заедет? Кто заедет? Смотрите! Тут собственно что от вас требуется? Участковый, правильно? Провести осмотр место происшествия! Изъять просроченный товар! Детское питание! Передача для детей до 6 лет! И собственно всё! Передать материалы в Роспотребнадзор и Следственный комитет! Кто заедет? Я! Давайте! Подписывайтесь пожалуйста! Что суть? Я приобрёл в данном магазине и не только я! Продукты питания с истёкшим сроком годности! В том числе продукты предназначенные для детского питания! Один человек сзади ударил в руководство и убежал! И вдруг он встречает тело, которое начинает прятаться! Повел чек на стол! Мы выйдем вместе с какого-нибудь продукта! Ручки задеть! Нет, ручки нет! Нет ручки? Нет! Давайте адрес у него вызовем, чтобы он вас укомплектовал! Я укомплектовал, но она для вас нет! Лично для вас нет! У меня просто одна! Одна ручка! А вы уже давали что ли? У меня возьми руку! Нет, ручка одна! Юр! У меня где-то сзади в карманах! Возьми! Не-не-не, в другом, в другом! Макс, бланк заявления тебе дать? Участковый! Нет, на самом деле я ничего больше! Майор! Можно заявление в бланк? У вас есть? Вы кто? В паблике! Заявление в бланк можно? Еще один! Вы заявитель? Ну, если я заявление прошу! Я вас спрашиваю, вы заявитель? Да, да! А что у вас случилось? Вот! У этого человека случилось! Все! Вот он подойдет! Он взял, да! Он взял! Дерзкий майор! Будет разговаривать, получит на себя заявление! И сейчас это как-то... Зал! Да! Донапали журналисты, местные работники! И торговали просрочкой! Это было 9-го числа! Наглые тут, да? Да, да! Да, да, да! Ну а вот смотрите, сейчас... Троих забрали уже в полицию! Влаж под глазом! Видите? Синяк! Я сюда хожу, держу! Они вылетают! Здесь Дарфи детское питание просрочно! Представляете? Они, знаете, как налетают? Может, как раз упер что-то там? Вот прилично! Вот прилично! Это одна была! Это обоскал! Тащил туда! Я здесь встал! Это один из работников, да? Это директор! Директор! А смотрите, он как паника сегодня ведет! Он паника! А как он ведет? А смотрите! Нет, конечно! Если здесь реально, спасибо за правильный обзор! Да! Что вы не поддерживаете нарушение! Ну вот люди нам сообщают, что здесь... Данные катаколики они имеют... Ребята, в данное время происходит административная процедура. Довольно-таки профессионально. Прямо как в американских фильмах. Сотрудник полиции объявил, какой именно товар в присутствии памятных отбирается на ответственное хранение. Все выглядит довольно-таки профессионально. Ну а мы сейчас вернем вот это, чтобы приобщить это тоже. Мой товар взяли, унесли в неизвестном направлении. А ты купить хотела? Унесли в неизвестном направлении. А кто? Кассирша, молча, не говоря ни слова. Взяли 120 рублей у меня, а товар унесли непонятно куда. Где одна есть? Девушка, а у кого товар унесли? Девушка, а у кого товар унесли? Я не могу, это товар унесли. Так, все пробивают, а вы не можете. Деньги взяли мои. Товары ему верните. Вы понимаете, что это публичная оферта? Товар унесла на полке. Взяла деньги, главное. Внесла товар куда-то. Вы что, за всем, что ли, тут? Я не буду... Такое творится, вы еще такое творите. Какая сдача, это мои деньги, сдача. А где товар? А товара нет? Возвращайте товары, пробивайте. Да. Пробивайте, пожалуйста. Ну мы ждем, тогда закрывайте кассу. Пробивайте товары. Верните мой товар и пробейте. Что за беспредел вообще? А вон можно экран сфотографировать. Да, по кассе пробила она. 119 рублей, это мой товар. Вот взяла она эти деньги, потом швырнула мне в лицо. Товар унесла в неизвестном направлении. Вот, 119 рублей. Почему себя так видит, девушка? Это не ваше дело. В смысле, не мое дело. Тамара, мне удалить нужно. У тебя этот товар был, Валентин? Да, вот этот у меня товар был. Столько же было? Это свежий товар. А, нет, не тот, да. Подменили, подменили. Диверс. Не говоря ни слова, унесли мне вещество. Унесли какой-то купюр. Ударите, пожалуйста, меня. А я перебью другого. Девушка украла товар, унесла. Почему? Унесла товар, который у человека взял. Человек хочет купить тот товар, который он пробил. Верните тот товар, который она унесла. Ага. Что это такое? Вот он какой. Ты гуси, а тут тебя отличаешь? Куда побежал-то, а? Ты чё? Кто там щенок? Кто там щенок? Идите сюда. Идите сюда. Давай, кто меня оскорблял? Кто меня оскорблял? Хочешь еще оскорбить? А вы? Бухой. Бухой. Что? Ты? Не дрожать. Стоять. Не дрожать. Отвечать на вопросы. Понял? Что? Блин, больше нечего. Блин, ты убегаешь! Щенок ты! Щенок ты! Понял ты кто? А ты кто? Пойдем на улицу выйти. Слышь? Вот так. А вы спросите, почему они... В угол встань. Давай. В угол встань. В угол встань. В какой угол? Вон в тот угол. Вон к женским колготкам. А кто ты? Зачем так себя вел? Я смеюсь, что ты вообще пацан. Чего так себя вел? Как вел? Щенок щенком зачем обзывал? Кого? Кого? Ты че? Че вопросы мне задаешь? Я тут вопросы задаю, а не ты. А как они нас обзывали? А почему они... Как они тебя обзывали? Я видео видел. Как тебя обзывали? Как? Как тебя обзывали? Воспроизведи. Не надо кричать на меня. Я слышал щенок. Буду кричать. Отвечать на вопросы. Поспокойней себя ведите. Ты дураком будешь чужись. Понял? Ты гусету тебе отличаешь? Не будешь, блять, отличать. Поспокойней разговаривай. Как мы тебе говорили три дня назад. Ну че? А сейчас с тобой будут разговаривать так, как ты заслужил. Понял? В угол встань колготком женским. Че мне надо делать? Стоять. Смирно. Отвечай на вопросы. Не дрожай. Не надо пугать. И не жуй как верблюд. Понял? А то зубы выпадут. Рандолевые последние. Золотые блин. Че? Да. Которые гуси. Гуси от ути отличаешь? Куда пошел ты? Пообщайся. Куда пошел ты? Стоять. Стоять. Че ты убегаешь? А че? А че? А че? А че? А че? Оооо. Туда иди. Туда пошел. Туда иди. Ути от гусей меня будешь учить. Отвечай. Туда иди. Иди от гусей меня. Выходите. Выходите. Уважаемый. Вы что делаете? Я хочу вечер взять. Ну, вечер. Вот, задерживайте, человек. У вас вещи здесь какие-то хранятся? Ваши вещи хранятся здесь? Я тут. А почему? Вы работаете здесь? Заботил, да. Ну, сейчас он вам ушел. Не-не, не нападайте. Просто напонять. А что случилось? Расскажите. Вот есть видео с гражданами. Когда вы их обзываете? Я подошел. Традиционные документы. Документы. Неужели полиция с народом? Гусей от ути отличается. А вы, малыш, с вами нет. Что он говорил? Он нецезурно выражался, оскорблял. Кто? Да. Толкнул на меня. Он толкнул. Юлиана. Девятого числа. И щенком назвал. Я сейчас видео могу показать. У тебя есть видео? Да, видео прямо сейчас. В телеграм-канале. Вот это вот. У меня два процента. Кто сможет показать? Блин, у меня стрим. У тебя сейчас. Пройдите, пожалуйста. Чуть подальше. Видео здесь проходили. Пройдемте, пожалуйста. Да. Максим, покажи видео сразу, человек. Сейчас, сейчас. Сейчас. Красное видео. На ОВД. Куда? На ОВД. Ну, если у нас было написано заявление, он начал проводить проверку. Мы вот так же писали на них. Хорошо. Молодец какой. Смотрите сразу. Пойдем, пожалуйста, со мной. Пойдем. Пойдем. Видео знакомим сразу. Видео. Поведение. Имитирующие животные. Нельзя ни в коем случае производить. Это преследуйте. Помните? Угу. Я еще напомню. Который с кнопочкой ходил на... Юр, то есть поведение Макаккиного принято. Я как охранник, да? У меня вот. У меня, Юрий, я понял. Я буду передать людей. Я буду передать людей. Положите, пожалуйста, свои руки. Когда мы заходили уже, да? Зачем? Когда вы заходили уже? Когда мы заходили, все разнообразно. Ты нам в проекте уже не говорил. А вот здесь не в честь? А где же я был? А ты в зале, ладно. Вот, полицейский. Вот, пожалуйста, подвиги. Он нам говорил в начале, чтобы мы вещи у вас? Нет, не говорил. Вот так не толкал, вот этот в конце прям где он... Мы говорим про... Возвращение с чемпионского... Да, да, тогда. Когда вы только зашли, вы сразу вам сказали, положите, пожалуйста, все в троих. Нет, не было. Не было. А ященика обязаны спать вещи сюда? А не обязаны положить вещи? А еще? А сиди спать, что там нет. Сейчас, сейчас, сейчас. Там морально. Еще раз. Ну, они нам... Ладно. Не обязаны нам вещи положить, правильно? Ну, вы же настаивали, правильно? Да. Мы настаивали. Они должны подойти, открыть нам, показать, что у них... Да. Еще он будет толкать. Вот он. Понял. 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 Получается, вы говорите, что они обязаны... Мы... Никакие претензии не предъявляли. Мы просто у них попросили. Откройте сумки. Погоди, погоди, погоди. Откройте сумки. Они отказали? Они отказали. А дальше? Ваши действия какие? Мы их не стали выпускать. До тех пор пока не с полицией. То есть, вы ограничили людям свободу передвижения, правильно? И все. Полиция приедет. То есть, вы говорите, что ограничили людям свободу передвижения. Понятно. Ну, в принципе, это страшно. Какая уголовная статья? Понимаешь, что вы... Ну, уголовная статья. Препятствование, как говорят, свободу... Мы руками никого не трогали. Да, ладно. Да, стыкали. Сами начали. Нам надо грубить нам начали. Почему вы преградили им пушку? Зачем вы решили свободу? Да, грубая нецензурная брань. Оскорбительное приставание граждану. Мы откуда знаем, что у вас сейчас суньки? В общем, громко разговаривайте мне ухо. Вы можете постоять и помолчать? Нормально, нормально. Я туда... Поцараюсь с тем, что позавчера. Поцараюсь с тем, что позавчера было нормально. А сейчас он не толкается, смотри. Ты что-то какой-то страны. Да, конечно. Ты что балаболишь-то? Не толкался? В уши ссышь тут с народу стоишь. Будь мужчиной хоть под конец. Признайся в том, что сделал. Владимир, Владимир. Владимир, слышите? Смотрите, получается, что у вас по инструкции, если человек не показывает сумку, например, вы можете его задержать, правильно? Да. Понятно. А откуда инструкции такие поступают? От X5 или пятерочка, или кто? Как это понять? Там везде, наверное, пятерочки. Там во всех магазинах. Вас инструктировал кто-то для того, чтобы вы задерживали людей, которые отказываются вам показывать сумку? Ну, оказывается, вот полиция приезжала. Что, руками никого не трогали, да? А кого я трогал? Смотрите. Сразу прямо сходу. Антон. Антон. Прямо сходу в эфире. Он только говорит, что руками не болеют. Я стою. Да. Я стою. Это положено. Да. Там сейчас вообще... А кто будет заявителем по вот этой ситуации? Все. Раз. Два. И третий. Что он говорит? Насылают вас щенком и заложили на улице. Да. Они сегодня писали и девятого писали. Говорит, что ты гусей от ути пока отвечаешь, но потом не будешь. И грубая нецензурная броня, соответственно. Ребят, в общем видео есть в интернете, все понятно. Ну, Владимир, то есть получается, что вот бросали счет на людей. Применяли физическую силу, применяли. Вас не задерживали, применяли физическую силу. Не было такого. Ну толкали. Никого не толкали. Если вот так вот я подходил... Все. Стой. Я просто хотел человеку показать. У меня надо разговаривать. Не надо разговаривать. У нас лучше стоять. Все. Больше вопросов мне не задавайте. А вот Российский спасает его. Почему такое отношение к правонарушителям, к преступникам? Этого директора не задержали. Тот говорит, не говори ему ничего. А потому что он признается сейчас преступлением. Должностных превышений. Я открою. Я открою. Деды. И я буду салат пить. Ребят, ну вот Владимир пришел, говорит, что только ограничил свободу людям, чтобы они не вышли из магазина. А в принципе больше ничего не делал. Да, больше я ничего не делал. Больше ничего не делал. Владимир подтверждает. Гусей от тудей отличал, наверное. Это я говорил, да. Я ничего не говорил. Говорю с прохода, ребят. Можно вот давайте... Давайте чуть-чуть поменяемся. Вот этот товарищ у тебя ходит вот здесь, вот передо мной. Да? Да. Я вот клянусь всеми покойниками родителями и всеми своими живыми. Понял? Да. Что ты сделаешь? Это мои проблемы. Что ты сделаешь? Что он сказал сделает? Всеми покойники. Не, просто... На что? На что он сделал? Он сказал, что я пьяный. Он пьяный. Что я пьяный. Дрезвый? Да, да. Забожись на очко. Да. Гусей от тучей отличи. Давай. Тест. Тест гуся и утя. Давай. Будешь отличать? Это вот тот человек, про которого мы вам говорили. А, ну вы же видели, да? 9-го числа, который... Он что-то добровольно пришел сдаваться. Вот. Он решил добровольно сдаться, но сказал, я ни на кого не нападал. Вова, явка с повинной тебе зачтется. Понял? Не надо пугать. Что не надо пугать? Уже в угол тебя забили. Женским колготком. Все. Будешь там держать. Когда выйдешь. Ты говори. Что? Я говорю, погода хорошая. Погромче говори. У тебя тусей. Да как его там? Запах. Запах. Жвачку всю изжевал. Зубы про это самое. Протрешь. Так, ну вы видели, видели видео, да, по этому? Ну все, хорошо. Какого? Выкинь тусе жвачки, ты тусею жевал уже весь. Зубы будут тут. Ваши заявления и его доставим вот это. Ну все, да. 20.1 в суток всех доставляйте. Там сегодня, завтра. Сегодня уж, наверное, не успеете, да? Просто, чтобы именно в виде административного ареста. По делу, кому полиганство рассматривается на месте? Нет. Тысяча рублей либо административный арест. Мы считаем, что административный арест это непосредственно. Я не знаю. Мы рапорта написали на тех граждан, на этого написанного. А на вас не надо писать? Вы можете им стать. Ты рот свой закрой пока что. Рот закрой, Писарчук. Ты написал уже себе сам все. Все. В углу вон, цветочками, на кактус хочешь сядь. Покажи ему еще раз видеоролик. Да, он видел все. Я 9-го написал на него. Это самое. Мы считаем, что, короче, наказание в виде административного ареста. То, что нужно. Никакого штрафа. Пусть все уезжают в суд и в спецприемник. Я думаю, вы наше пожелание как заявителей дежурному передадите. Иначе народ будет негодовать и будет опять ходить в полицию. Вы же не хотите этого правильно? Я не полномочий такие вещи рассматривать. Значит, мы приедем в отдел и напишем письменное хододайство. Ради того. Вот. Ну, вашему отделу это не понравится. Всем не нравится. Так, ну что, ребята, это у нас была пятерочка на улице фестивальный дом 17. Корпус 1. Корпус 1, да. Корпус 1 это важно. Ну и тут все было. В общем, тут много чего было. Это была дичь какая-то, на самом деле, по счастью в своем траве детей, людей и всех остальных. И до сих пор травят. Да. Полиция внутри и до сих пор приносит им просрочку. Кидаешь и вскрываешь. И запомните, все, кто додумается избить покупателя или журналиста, мы придем к вам. Мы придем к вам и вы об этом пожалеете. Очень сильно пожалеете. Запомните это. Ну, подписывайтесь на канал, короче. Поставьте этому видео лайк. Нажмите на колокольчик. Пишите много-много комментариев, что думаете по этому поводу. Ну, а также подписывайтесь на наш инстаграм, телеграм-канал. И группу ВКонтакте. Все ссылки в описании. Всем удачи, всем пока. Говорите за свои права. А мы едем в отдел полиции. А мы едем в отдел полиции, да. Хе-хе-хе.